Сиденьевич, удивительная статистика по броскам 40-23, не в нашу пользу, счет 6-1. Залетало вообще у нас все, да? Ну, это, с одной стороны, это радует, что мы настолько эффективно играем и луч всех забиваем. А с другой стороны, беспокоит, насколько мы сможем играть, если не будет такой вот удачи, можно сказать. И так шайбе залетать будет. Пока это очень неплохо, что вот сейчас спокойно к следующим матчам будем готовиться. И «Знарог» даст больше играть кому-то другим. Но с другой стороны, опять же, травма. Мы и так уже играем. Шесть защитников и в одиннадцатый подач. Я даже на тренировке не видел, чтобы такой был провал, что три в ноль выходили. Три, не один. Это настолько Америка прям деморализованная была. Хотели, они же правильно, «Знарог» сказали, что хотели забить. Этот момент переломный был, но видите, как здорово, там, перехватил Тихонов. И опять же, подблокировку сделал очень здорово, плотников. Он не побежал там третьим, чтобы дать ему шайбу, а именно сблокировал Петра. Я скажу, очень грамотное решение Сергея. Вот вы сказали, что там это не студенты. Сейчас, кстати, все в Твиттере говорят, что вот обыграли школьников. Какие у вас аргументы за то, чтобы сказать, что это сборная США, если я представляю, что это стоящее? То, что у них шесть очков после двух игр было, то, что они точно попадут в плей-офф, и то, что они играют очень здорово большинство, это их плюсы. Ну, действительно, еще, конечно, вот по этому матчу мы можем понимать, что опыта и такого мяса хоккейного еще не хватает. Это сборная США. И, к сожалению, для сборной США не было лидера, как в прошлом году был, Счастный. Который просто вот лидер команды был. В прошлом году они прислали действительно многих талантливых ребят, как Трубы, Счастный. А Счастный присылает тот же самый 30-летний вратарь, который ни одного матча в Энхэл. Сироклетний? Ну, нет, Томас заменил его 30-летний, ни одного матча в Энхэл. Это просто люди, которые уже не просто новички на подходе, а такие уже списаны. Обычно хэлтсы. По старшему принципу она собрана. Если они ставку сделали на Тима Томаса, который очень хотел сыграть на Чемпионате мира, и брать такого классного вратаря, чтобы он сыграл в запасе, смысла не было. И потом, может быть, не освободился тот, кого бы хотели рассчитывать. Тим Томас очень хотел за США сыграть. Он приехал, сегодня у него не лучший матч был. Но в целом я думаю, что это вратарь такого серьезного класса. И вот он и помогал в те две игры. И дальше он будет помогать. Им сейчас надо так чуть повыше забрать свои очки, забрать, чтобы не попасть в первом круге на Канаду. Сказывается предсезонка, с Нарка, которую мы провели в Томасе, мы свежее в этих трех матчах были? Поначалу игр мы просто доминируем. Но эта команда, самое главное отличие, она очень злая и очень наглая. Понимаете, вот обычно мы слово наглый говорим, ну так, со знаком минус. Здесь это большой плюс. Просто они никого не боятся. И они играют, как сам Знарок. Когда играл, он никого не боялся и просто готов был сюда поставить за себя и за товарищей. И при этом высокое мастерство демонстрировал. Овечкин в этом сезоне, НХЛ, 16 попыток исполнения буллитов, всего лишь два гола. Было видно, что он потерял уверенность в этом компоненте. Здесь он забил на раз-два. Видно, что это совсем другая Овечкин, чем в НХЛ. У него здесь больше уверенности. Плюс хороший уже по этим трех матчам. Забивает в каждом матче. То есть в команде Знарок он преображается. Становит сильнее, чем в Вашингтоне. Он себя здесь комфортно чувствует. Тут никакого давления на него нет. И потом, посмотрите отношения Знарока и Овечкина. Это не как тренер, а он как бы старший товарищ с младшим товарищем. И он к нему очень много обращается по многим вопросам. И вообще Знарок ведет себя удивительно. Такого не было давно, чтобы главный тренер стоял не далеко и не высоко от команды, а был рядом. И опять же, по духу Знарок боец. И вот это передается всей команде. Я еще раз говорю, с Овечкиным у них какие-то вот такие уважительные отношения. Он как бы по поведению почти играющий тренер Знарок. Ой, Овечкина. А можно сказать об этой команде дамы-банда? Вот такое есть в этом настроении? В трудные минуты можно, потому что, ну опять же, там такие люди, вот... Если бы не было Овечкина, наверное, бы и драк может быть больше было со стороны соперника. Но Овечкин, во-первых, такой суперавторитет, потом он такой здоровяк. И вот как бы он гасит все время. Слишком большое уважение. Вот от американцев очень чувствовалось, что они очень уважают Овечкина. И вот такого не было хамства. Но Овечкин, он вот просто действительно, извини за разницу, такой монстр в лучшем понимании. Халк. Халк, ну не тот, не Зенитовский. Халк и другой. Пара последних вопросов. Насколько для этой сборной через пару дней будет важно Малкин, если он вылетит? Он ведь может отказаться. Он тяжелый сезон, у него устал человек. Сейчас Малкин в хорошей форме. И пожелаю Питтсбергу удачи. Но Малкин не откажется. Малкин приедет. И, ну, это будет, когда одновременно будет вот такой Овечкин. И Малкин, который сейчас здорово играет, это шансы нашей сборной процентов на 30 повысить. То есть, если они вылетают, Питтсбергу, вы уверены, что он приедет, да? Ну, лично я знаю Малкина, если там из ряда вон что-то, вот он не играет на уколах таким, что нельзя, он приедет. И опять в одно же Овечкин, опять это будет бардак. Или все-таки это совсем другой тренер, и у них будет все-таки химия? Ну, там абсолютно, ну, там же Малкину на Олимпиаде не дали играть, как следует. Здесь дадут. Здесь дадут, и Малкину просто, ну, я знаю, ему скажешь, давай, Женя, играй как вот хочешь, вот с теми, с теми, все. Ты можешь, все, но это будет другая обстановка. Дебют Васильевского, и он даже и здесь на таком уровне, шаг вперед он делает, делает, и все увереннее, увереннее играет. То есть, прям масштаб этого вратаря трудно понять, потому что 19-летний парень настолько уверенно себя чувствует. По его международному опыту, он, наверное, сильнейший у нас, и все, кто играет в нашей лиге. Он там с 15 лет за юниорскую сборную основной вратарь, и у него сейчас, он просто уверен в себе, и даже вот этот, когда шайбочку там легенькую чуть не пропустил, в конце он так с удивлением подумал, сконцентрировался. Он классный вратарь, он очень талантливый вратарь, и я думаю, что, вот как бы это ни звучало, я думаю, что он правильное решение сделал, ему надо вот совершенствоваться, и я думаю, что это будет очень сильный вратарь, очень сильный, очень сильный вратарь. И вы думаете, он заиграет в НХС-100 сразу же, может заиграть? Даже, может, это и не надо, так форсировать, чтобы в 19 лет такая нагрузка была. Болезнь роста, чтобы не было. Да, пускай растет, и все, я просто думаю, что в Тампе правильно понимает, потому что я его так знаю, Азермана, это очень умный генеральный менеджер, и я думаю, что там лучший вратарь какой, тренер вратарь, какой может быть, будет с ним работать, и он шаг за шагом будет совершенствоваться. Последний вопрос, штришок, следующий соперник у нас в Казахстане, то есть, что об этом, можно сказать, матче? Ну, я думаю, что Казахстану обязательно надо выигрывать, но опять вот у них какой-то харизмы, к сожалению, не хватает. Вот, они очень прилично играют за Бориса, сейчас вот, вот я смотрел эту игру, у них огромное количество моментов было, и они сами говорят, надо забивать, но вот потом почему-то вот не хватает у них вот духа. И меня, кстати, разочаровал Селин по работе, потому что он вообще не использует лучшие стороны, лучших своих игроков. Он, у него какие-то штампы есть, и все, и он мне не показался тренером, он так и творческий. Там в большинстве ставят людей, которые, ну, нельзя ставить, и очень много вот, я не скажу, как Селин допустил. Спасибо вам большое.